Здравствуйте! Вы смотрите новости на городском телеканале ЮТВ. О важных и интересных событиях этого дня расскажу вам я, Ксения Цурко и мои коллеги. Сейчас главная тема выпуска. Страховщики избегут убытков по ОСАГО, если поднимут тарифы на 64%. Дмитрий Медведев на селекторном совещании высказался по поводу регионов, отстающих в строительстве перинатальных центров. Поле четверти россиян не разбираются в кредитах и займах. В Оренбурге орудуют фальшивомонетчики. Горожан призывают внимательнее присматриваться к крупным денежным купюрам. Об этом и многом другом далее в выпуске. Чтобы избежать убытков по ОСАГО, страховщикам потребуется повышение тарифов на 64%. А Михаил Горбачев допустил создание нового объединения в границах бывшего СССР. Подробнее об этом в обзоре мировых новостей. Здравствуйте, студия Аскар Басыров и это Мировые Новости. Михаил Горбачев в интервью ТАСС, приуроченном к 25-й годовщине распада СССР, ответил на вопрос, возможно ли его восстановление. Советского Союза нет, а Союза да. В прежних границах и с тем же составом добровольно. Я считаю, что новый Союз может быть, заявил экс-председатель ЦК КПСС. Кроме того, экс-президент рассказал о том, что не снимает с себя доли ответственности за распад СССР. Но моя совесть чиста. Я отстаивал Союз до конца, заявил он, добавив, что реформировать и обновить СССР было возможно и необходимо. Напомним, что на всесоюзном референдуме 17 марта 1991 года почти 78% участвовавших высказалось за сохранение Союза СССР. Однако Беловежские соглашения Украины, России и Белоруссии оформили распад окончательно. Идея восстановить Советский Союз в прежних границах до сих пор сидит в умах определенной части населения России, которые, как правило, вспоминают бесплатное образование, санаторий и водку по 362, совершенно забывая об утопичности плановой экономики и отсутствии демократических свобод. За то нас все боялись, говорят они. Заявление Горбачева звучит как сожаление. Однако в нынешней ситуации, когда даже такие институты, как СНГ и Евразес буксуют, а бывшие Европейские союзные республики, либо уже в ЕС и НАТО, либо на подходе к ним, России просто нечего предложить этим странам. Кроме ностальгии. Ситуация с Украиной напугала всех. Поэтому нужно просто двигаться дальше. Система ОСАГО финансово нестабильна. И чтобы избежать убытков, страховщикам уже в 2017 году потребуется повышение тарифов на 64%. Говорится в исследовании независимого актуарного информационно-аналитического центра, сообщает коммерсант. По итогам анализа актуарии вывели размер среднего убытка для компании. С учетом страховых резервов и инфляции в ОСАГО он составляет 104,4 тысячи рублей. По легковым автомобилям для физических лиц. По данным Российского союза автостраховщиков, в октябре размер средней выплаты по ОСАГО составил почти 78 тысяч рублей. В Центробанке пока с данными исследования не знакомы. Напомню, что по версии страховщиков, кризис на рынке ОСАГО вызван действиями автоюристов. Так, лидер отрасли Росгострах отчитался о чистом убытке в 4,3 миллиарда рублей за 9 месяцев 2016 года. Сейчас государство предпринимает ряд мер по нормализации ситуации в этой области. Самое ожидаемое решение – это реформа системы ОСАГО, согласно которой денежное возмещение ущерба будет полностью заменено на ремонт. Есть, впрочем, и более радикальные предложения в виде создания полностью государственной страховой компании или даже отмены обязательности такого вида страхования, как ОСАГО. Часы и даже дни в очереди этого не стоят. Это были мировые новости. Отстающим регионам придется вернуть федеральные деньги. Накануне в Оренбург с рабочим визитом приехал Дмитрий Медведев. Премьер-министр посетил новый перинатальный центр, а после провел селекторное совещание с регионами. Подробности в материале Карины Тумасовой. Здоровье матери и ребенка – главный вопрос в рабочей повестке селекторного совещания, который провел Дмитрий Медведев. Оно прошло в режиме видеоконференции на связи регионы страны. Начну с хороших данных. Как известно, нам удалось достичь целей тысячелетия в области развития по таким важнейшим показателям, как снижение материнской и детской смертности. За последние 25 лет, то есть с 90-го года, показатель материнской смертности в нашей стране снизился более чем на три четверти. Сейчас он составляет чуть более 10 случаев на 100 тысяч родившихся живыми детей. За все это время смертность детей в возрасте до 5 лет снизилась практически на 2 трети. Уровень младенческой смертности по результатам прошлого года составил 6,5 случаев на тысячу родившихся живыми. Оренбуржье в этой статистике не на последних позициях. В области создана трехуровневая система родовоспоможения. На Западе и Востоке работают межрайонные перинатальные центры. Кроме этого, большое внимание уделяется и смежным областям медицины. Ремонт и оснащение современного оборудования центра детской хирургии позволили развивать региону хирургическую помощь новорожденным и детской нейрохирургии. Губернатор подчеркнул, поддержка из федерального центра очень важна. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова подтвердила, без помощи регионам сложно. Мы получаем много просьб из регионов по помощи в развитии инфраструктуры педиатрической службы. Одна из мер по развитию службы помощи женщинам и детям – строительство перинатальных центров. За последние годы подобных медицинских учреждений, способных оказывать высококвалифицированную помощь роженицам, в нашей стране построено 35. В некоторых регионах строительство еще ведется, а кое-где выбиваются из графика. К примеру, в Смоленске сроки сдачи перинатального центра постоянно переносятся. Дмитрий Медведев по поводу таких отстающих высказался довольно категорично. Хочу, чтобы все губернаторы лично этим вопросом занимались. Деньги на эту программу выделены очень немаленькие. Надо все сделать. Если в сроки не уложитесь, придется деньги забрать. Будете потом сами деньги искать. К счастью нашей области это не грозит. Перинатальный центр был сдан вовремя. Он – настоящая гордость региона. Здесь созданы все условия для успешного родоразрешения. На его строительство и оснащение было потрачено около 2,5 миллиардов рублей. Естественно, мимо такого масштабного объекта Дмитрий Медведев проехать не смог. Премьер-министр осмотрел медицинское учреждение и пообщался с будущими мамами. Ну, как вам здесь? Хорошо. Горячо. Слава Богу. В целом, Оренбургским перинатальным центром Медведев остался доволен. Медицинское учреждение укомплектовано квалифицированными специалистами и современной техникой, что позволит нашему региону свести уровень материнской и детской смертности к минимуму. Карина Тумасова, Олег Берендеев, Городской телеканал ЮТВ. Также Дмитрий Медведев посетил новую 86-ю школу в 17-м микрорайоне. Сейчас туда проводится запись учащихся с 1 по 10 класс. Также идет набор педагогических работников и малого обслуживающего персонала. Для записи учащихся необходимо сообщить фамилию, имя, отчество, дату рождения, домашний адрес, полное наименование образовательного учреждения, класс, где в настоящее время обучается ребенок. Также указать планируемую дату перевода в новую школу. Желающим трудоустроиться необходимо отправить резюме. Все сведения необходимо передать по электронной почте, адрес которой сейчас на экране. За подробной информацией можно обратиться по телефону. Сегодня в Москве прошла встреча между губернатором Оренбургской области и министром образования России Ольгой Васильевой на тему развития инфраструктуры образования в Оренбурге. В ходе встречи губернатор рассказал, сколько денег планирует потратить на региональную систему образования в следующем году. В частности, глава региона озвучил сумму, которую направил на строительство школ в регионе. Также обсуждался вопрос о количестве необходимых новых школ в Оренбурге. Отметим, что с 2015 года в России работает программа, согласно которой в регионы выделяют дополнительные средства на строительство школ. Каждый год из бюджета страны на эти цели выделяют по 25 миллиардов рублей. Более четверти россиян не разбираются в кредитах и займах. Такие данные привозит Всероссийский аналитический центр НАФИ. Вопросы по кредитованию возникли у 18% респондентов, а на трудности по микрозаймам пожаловались 10%. 41% опрошенных считают, что самые сложные для понимания – инвестиционные услуги. А вот страхование и операции с банковскими картами названы самыми понятными. Сложности с ними возникают лишь у 8% участников исследования. В Оренбурге орудуют фальшивомонетчики. Горожан призывают внимательнее присматриваться к крупным денежным купюрам. Как не стать жертвой мошенников, расскажет Екатерина Роженко. Как только появились деньги, их сразу научились подделывать. Боролись с мошенниками сурово. Отрубали руки, расстреливали, но меньше фальшивомонетчиков не становилось. Фальшивомонеты изготавливались не только частными лицами, но и изготавливались на государственном уровне. Это проводилось, когда происходили войны. Наполеон, когда воевал с нами, изготавливал купюры, достоинствами 25 рублей, 50 рублей. Когда изъяли все большие купюры, их насчитали 70 миллионов. Старинные монеты и до сих пор подделывают, потому что унизматическая ценность до сих пор еще сохраняется. Можете на базарах, на заправках встретить цыгана, которые будут вам предлагать. В последнее время сейчас продают петровские монеты, екатеринские рубли. В преддверии Нового года в Оренбурге все чаще сбывают фальшивые купюры. И вероятность того, что в ваши руки попадут ненастоящие деньги, велика. Преступники распространяют фальшивки в магазинах розничной торговли, где большие очереди. Продавцы не успевают разглядеть купюры и подделки уходят в оборот. То есть все машинки, которые используются в банк, должны проверять четыре признака подлинности пёры с обоих сторон. Проверяем соответствие свечения купюры в ультрафиолетовом излучении, в инфракрасном излучении, соответствие магнитных меток на купюре. В России количество поддельных купюр увеличивается на 15-20% каждый год. В основном в оборот уходят фальшивки в размере тысячи и реже пяти тысяч рублей. Ненастоящими деньгами зачастую рассчитываются мигранты и представители национальных диаспор, которые занимаются предпринимательством. В случае, если лицо с бывшей поддельной денежной купюрой пытается покинуть место происшествия, постарайтесь сфотографировать его на сотовый телефон. Либо запомните его приметы, либо посмотреть в каком направлении направилось данное лицо, с кем оно было, на каком автомобиле, например, госномер запомнить. Также сообщите о происшествии в полицию, запишите данные и телефоны возможных свидетелей. И необходимо сохранить имеющиеся видеозаписи. Если сбытчик в ходе вашей проверки что-то заподозрил и скрылся, то немедленно необходимо исключить дальнейший контакт с данной денежной купюрой до приезда сотрудников полиции. Недоверие к банковским системам и желание держать наличку всегда при себе увеличивает риск того, что в ваших карманах окажутся фальшивые купюры. Если вы обладаете информацией о фальшивомонетчиках или стали их жертвой, необходимо обратиться по телефону, указанному на экране. Екатерина Роженко, Олег Берендеев, городской телеканал ЮТВ. В Оренбурге почтили память музыканта Рустама Насреддинова. Барт-блюз, бард-рок и баллады прозвучали для горожан в исполнении слепого музыканта Александра Панкеева. Подробности в материале Натальи Богдановой. В областном музее изобразительных искусств прошел концерт памяти оренбургского музыканта Рустама Насреддинова. Это автор песен, поэт и литератор, который оставил после себя большое наследие композиций в стиле кантри, бард-рок, бард-блюз, баллады и других. Концерт дал не менее талантливый музыкант, друг и поклонник творчества Рустама Александр Панкеев. Я честно скажу, сам-то не поэт, но там, я считаю, очень широкий охват, очень широкий профиль в текстах. Они настолько есть проникновенные именно по своему смыслу и по своей сути. Он был настолько талантлив, причем он талантлив был и по жизни, и по своей профессии, и по музыке. Александр Панкеев – незрячий музыкант, который через музыку познает и создает свой оригинальный мир. Его творческий потенциал начал проявляться еще с детства. И несмотря на свой физический недостаток, он овладел несколькими музыкальными инструментами и окончил Институт искусства имени Ростроповичей. Александра Панкеева знают и любят не только в Оренбурге. Его талант отмечают на фестивалях по всей России. Диву даюсь, когда узнаю, что он ездит на фестивали в Грушинске, фестиваль в Самаре и другие города в Подмосковье. Причем до его недостатки физическом совершенно один. Это надо быть очень смелым. Я слышала о таком исполнителе, как Александр Панкеев. Мне было очень интересно послушать его произведение, его в исполнении. И сегодня я стала свидетелем этого события. Это очень удивительно, потому что человек с ограниченными способностями не ограничен в своем таланте. Я невысокий ценитель такого искусства, непрофессионал. Поэтому могу лишь выразить свое почтение ему тем, что у него огромная сила воли. Человек слепой и владеет инструментом не только фортепиано, гитара. Только преклонятся перед такими людьми. В Иренбурге на перекрестке улиц Шевченко и проспекта Победы появится двухуровневая развязка. Этот участок дороги считается одним из самых проблемных в городе. В 2017 году планируется приступить к строительству авторазвязки, также изменит перекресток и организует кольцевое движение транспорта. Об этом и других дорожных новостях в нашей постоянной рубрике. В Иренбурге на улице Володарского и 8 марта произошла авария, из-за которой образовалась пробка. На улице Культурной фуру врезалась иномарка. Машины получили механические повреждения. В Орске на Гагаринском путепроводе столкнулись Ниссан, Шевроле и Лада Приора. Пассажирская Газель и ВАЗ столкнулись в Орске на улице Тагильская и Станиславского. В ДТП попали Газель и Лада. Из людей никто не пострадал. Машины получили серьезные механические повреждения. На трассе Оренбург-Казань столкнулись Лада Калина и Лифан. Водитель Лады не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с автомобилем Лифан. Водитель иномарки получил травмы. По факту ДТП ведется проверка. В Оренбурге на проспекте Дзержинского днем произошло сразу две аварии с участием автобусов. Недалеко от остановки ПАЗ врезался в учебную машину Рено Логан. А в пару метров от происшествия столкнулись ПАЗ, Газель и ВАЗ. Будьте бдительны на дорогах. Государственная Дума рассмотрит законопроект, запрещающий оспаривать результаты революции 1917 года. Подробнее об этом расскажет наш гость из Сербии Мирка Здравич. В своей рубрике «Из России с любовью». Здраво. Госдума рассмотрит законопроект, запрещающий оспаривать результаты революции 1917 года. Документ уже подготовил депутат от КПРФ с озвученной фамилией Валерий Рашкин. Закон будет бороться с распространением заведомо ложных сведений о деятельности Красной Армии и оспариванием результатов революции 1917 года. Нарушителям грозит штраф размером до 300 тысяч рублей или лишение свободы сроком до трех лет. Депутат заявил, что иначе в России может ложиться опасная ситуация в связи с появлением альтернативной истории, собственной мифологии, героями и трактовкой. Хотя Октябрьская революция до сих пор вызывает немало споров. С одной стороны, всеобщее равенство, ликвидация безграмотности, индустриализация. С другой, гражданская война, красный террор, отсутствие демократических свобод. Рассуждать можно долго. Что было, то было. Непонятно только, почему эти демократические свободы ограничивают в демократическом обществе. Демократия – это кошмар! Постоянный треп и выслушивание каждого дебильного мнения. И голос каждого считается, даже если это голос калеки или негра, или, не дай бог, женщины. Хотя многие эксперты с товарищем Рашкиным соглашаются. Во всяком случае признают факт создания некоторыми личностями альтернативной истории. Но забавно то, что Рашкин защищает революцию, но не заостряет внимание на том, что подобная проблема есть и в событиях не столь давних. Правда пока непонятно, какие именно результаты не нужно оспаривать, чтобы не попасть в тюрьму в случае принятия закона. Хоть бы брошюру, что ли, какую-то выпустили. Что там нужно говорить и что нужно думать. На этом у меня все. Напоминаю, что все наши новостные материалы вы можете посмотреть в наших группах в социальных сетях и на сайте proorin.ru. С вами была Ксения Цурко. Далее по традиции прогноз погоды. Оставайтесь на ЮТВ. По информации портала meteoparoplan.net 14 декабря в Оренбурге ночью 20 градусов ниже нуля. Утром омлачно и температура составит 21 градус со знаком минус. Днем ясная погода и от 21 до 23 градусов ниже нуля. Вечером ясно, без осадков и до 27 градусов мороза. Ветер западный, слабые силы, атмосферное давление в норме. Ворске ночью минус 13. Утром пасмурная погода и от 15 до 17 градусов ниже нуля. Днем столбик термометра покажет 15 градусов и пройдет снег. Вечером пасмурно, без осадков и до минус 16 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, атмосферное давление в течение дня в норме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова